Приветствую вас, дорогие отцы, братья и сестры, прихожане и горожане, жители города Минска, попечители о всем храме, все, кто собрались в этот знаменательный день для прихода. Закладка храма – это всегда радостное событие, это знаковое событие в жизни города. У нас в городе Минске более 40 приходов, но не все еще имеют храмы, прекрасно устроенные, с большими благолетними иконостасами, с росписи и так далее. Все, что особенно располагает в молитве, то, что помогает отрешиться от земной жизни и возноситься умом в горе к Богу. Всех храм посвящен воспоминанию, покоявлению, празднику, который совершается в нашей Церкови в зимнее время, известен освящением воды. Сегодня, закладывая капсулу памятную в основании всего храма, мы также вспоминаем события ветхозаветные, когда первые люди, верующие в единого Бога, создавали свои храмы, возносили свою усердную молитву. У них не было храмов, они создавали жертвенники из камней, которые находили в поле или у рек, в ручьев, и возливали на эти камни елей, возлагали жертвы и сжигали это, и это была жертва Богу приятна. Потому что Господь взирает не столько на внешнюю обстановку, как совершается приношение жертв, из каких материалов устраивается жертвенник, а взирает на то, с каким смирением, страхом Божиим, благоговением и с любовью устраиваются все жертвоприношения. И ныне мы по образу и подобию первых верующих людей, приносящих жертву Богу, закладываем основание всего храма. У нас другие материалы по сравнению с тем, как делали древние люди. У нас другие одежды, у нас другая внешняя обстановка, но единое, что у нас должно быть такое же, как и у них, это то благоговение и то горячее обращение к Богу за помощью, за благословением, и чтобы угодно была наша жертва всем храме, а прежде всего, чтобы угодно было строительство всего храма, как угодно была жертва Авеля, ветхозаветного праведника и праотца. Один из пределов храма посвящен святым женам Мироносицам, тем женщинам, горячим сердцем, которые имели великую любовь и веру и до конца следовали за своим Божественным Учителем, даже до гроба и тогда, когда все ученики бежали, и даже Петр, который славился своей твердой верой и горячностью следовать везде за Христом, он оставил Христа и бежал. А эти хрупкие, слабые женщины последовали до конца за Христом, и первые пришли лишь только начинающийся воскресный день ко гробу Спасителя, и недоумевали, кто отвалит им камень от двери гроба. И камень был отвален ангелом, явившимся там. И мы именуем Христа краевольным камнем, который положен в основание здания нашей Церкви. И сейчас мы также закладывали камень, а точнее капсулу, в основание всего храма. И как жены мироносецы шли, движимая любовью ко Спасителю, и они недоумевали, кто им отвалит этот камень, и как они смогут помазать благовониями причистое тело своего, любимого Учителя и Спасителя. Но они, движимая любовью, шли туда и увидели, что камень отвален. Так, видимо, и у строителей всего церковного здания, храма Божия, начинают свое дело и недоумевают, как все будет, но все вот эти трудности, они, несомненно, будут преодолены Божьим благословением, Божьей помощью и их горячей верой, потому что Господь отвлекается, и повелевает ангелу сходить с небес и отваливать камень, который тяжел порой, и невозможно это сделать человеку. И так Господь выходит навстречу людям. И возвращаясь к иконе Святого Боговления, мы видим, с каким благоговением, страхом совершается крещение Господне в реке Иордан. Мы видим благоговейных ангелов, которые преклоняют в страхе колено и сослушат Святому Претече, который в страхе возлагает руку свою на Спасителя мира и совершает то, что ему надлежало совершить. И нам надлежит совместными усилиями устроить себе храм, который послужит к освящению нашего града, людей, живущих в нем, благословению всякого, приходящего в него. И велика награда тех, кто хотя бы один камешек положит в основание или в стену с его зданием. Будем же спешить каждую миру сил, помогать строительству всему, кто словом, кто добрым делом, кто посильным трудом, кто посильным вкладом. И больше благословения да пребудут со всеми нами и на всем. Начинаем в деле во славу имени Его Святаго. Аминь. Благоденствие мое и мирное житие, здравие, спасение и во всем благое поспешение Многое, 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 Многое лето, Многое, Многое лето Сотворим, Господи, да! Пожелать Отцу-Настоятелю всесильной помощи Божией в трудах всем, кто к этому делу присоединился, и чтоб дело спорилось. С праздником всех! С праздником закладки храма сего! И дай Бог, чтобы в скорости совершать и освящение храма, и молитву в нем. Божье благословение да сопутствует нам! Уважаемый Владыка, дорогие отцы, дорогие отцы и братья! Мы к этому событию шли очень много лет. В 2001 году Владыка меня назначил на строительство этого храма. Ну, много было путей всевозможных, чтобы прийти именно к этому моменту закладки. И искушение много, как сейчас Владыка сказал, что если не Господь будет строить дом, то в свою будут трудиться строители этого дома. И, слава Богу, этот приход писался с чистого листа весь. Господь даровал нам замечательных людей, активных, которые своими силами, своими стараниями приблизили нас к этому замечательнейшему событию. Я безмерно благодарен Господу за те чудеса, которые происходят с нами, если, как чисто по-человечески, по сей день удивляюсь, не перестаю удивляться с милости Божией, что вообще такое человеку возможно. Сам Господь управляет нашими умами, нашими руками и сердцами в возведении храмов и дает нам именно этих людей замечательных, которые своими трудами прикладывают все усилия, чтобы этот храм украсил весь наш район и город. Спаси, сохрани всех Господь, Владыка, благодарю вас за посещение нашего прихода.